Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. 14 часов 4 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Если вы человек культурный или стараетесь расти над собой, тогда внимательно смотрите и слушайте целый час нашу программу, потому что у нас сегодня особые гости. Гэнэ Шиладжан. Здравствуйте, Роман. Руководитель симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Здравствуйте, Гэнэ. Здравствуйте, Роман. По традиции очень приятно вас видеть в нашей студии. И у нас сегодня много поводов. Но начнем мы давайте с очень важного события, которое произошло в культурной жизни нашей страны. Всей нашей страны и всего мира. Я хочу поздравить, и вся студия хочет поздравить сегодня Владимира Теодоровича Спивакова, замечательного музыканта, прекрасного скрипача, человека мира с его 75-летием. Владимир Теодорович, будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам за ваше искусство, за вашу музыку и за тот замечательный дом музыки, в котором базируется симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Это наш настоящий дом. Спасибо огромное вам, Владимир Теодорович. Будьте здоровы. Потрясающий, талантливый, мультиталантливый человек, но человек с большой буквы, человек мира. Человек мира. Здоровья, счастья и долгих лет спасибо, что вы у нас есть. Мы вами гордимся. С днем рождения. И кроме того, кроме Владимира Спивакова, не так давно свой день рождения отмечала Москва. Да, 872 года. Мы как раз участвовали в церемонии открытия торжественного на ВДНХ. И это был не только день Москвы. Мы отмечали не только 872 года Москве. Мы отмечали это на ВДНХ, потому что в этом году еще исполнилось 80 лет нашей любимой выставки народного хозяйства. Расскажите, что было, кто выступал? Это было торжественное открытие. Обычно торжественное открытие всегда проходило на Красной площади, а так как отмечалось и ВДНХ, поэтому все торжественное открытие перевели на ВДНХ. И присутствовали первые лица многих стран. И, конечно же, наш президент присутствовал. И Сергей Семенович Собянин присутствовал. Это, скажем так, галерея была музыка народов мира. Но, скорее, это даже не музыка народов мира, а музыка народов СССР. Там и Армения была представлена, Абхазия была представлена, Молдова, Беларусь, Казахстан, Татарстан, Узбекистан. Поэтому вот все композиции плавно перетекали из одной страны в другую. Слушайте, у нас есть небольшой видеофрагмент. Вот сейчас как раз, друзья, если вы не только слушаете, но и смотрите страну. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Вот так назывался этот праздник. Так, друзья, если вы хотите настоящего праздника, ходите на концерты русской филармонии. Здорово. И погода, кстати, была... Ой, вот это спасибо погоде, потому что всегда, когда русская филармония выступает на улице, всегда нас преследует плохая погода. Ну, здесь и седьмого, и восьмого числа у нас было три концерта. Везде была солнечная погода, и мы видим на заднем плане, мы видим новый фонтан Дружбы народов, обновленный, и за ним еще фонтан Каменный цветок. Конечно, потрясающе. Сейчас обновили ВДНХ. Это такое замечательное, приятное место, где хочется гулять. Вот эти вот павильоны Казахстан, Карелия. Потрясающе ходишь. Действительно праздник. Вот всей семьей, и так как у нас там и 5-го числа, и 6-го были репетиции, и мы там весь день находились, так особо времени нет, чтобы взять и поехать. А здесь спасибо огромное еще и этому поводу, этому празднику, что походили, погуляли. Знаете, такое удовольствие получили. Друзья, если у вас есть свободные дни, выходные, пока стоят погоды чудесные, сентябрьские. Отправляйтесь на ВДНХ. Конечно. А потом уже будет возможность сходить на прекрасные концерты, о которых мы как раз в течение этого часа будем говорить. Русская филармония подготовилась. Ну, у нас новый сезон, 19-й сезон мы открываем. 19-20. Значит, кто открывает сезон, расскажите. Ну, традиционно, в сентябре месяце мы открываем наш концертный сезон концертом посвящения луча на повороте, потому что именно в сентябре мы... Это его памятный день. Совместно с проектом Тенера 21-го века мы подготовили этот проект из самых известных и арий, и песен, неаполитанские песни. И вообще песни, которые стали известны благодаря творчеству луча на повороте. Ну, популяризатор был, конечно, этой музыкой. Ведь именно он превратил оперу в такой шлягер. Вот то, что я хочу сделать, я хочу сделать, превратить концерты симфонического оркестра русской филармонии именно в шлягеры. Продолжить его дело. Конечно. Вот Повороте это сделал с оперой, а я надеюсь, симфоническим искусством Смотрите, получается у нас 26 сентября. 26 сентября. Это посвящение луча на повороте. И на следующий день у нас концерты. Два самых любимых концерта. Второй и третий концерт Сергея Рахмального. Самым молодым исполнителем, для нас молодой исполнитель, Александр Синчук, потому что у меня в голове я все помню, Саше 18-19 лет, но Саше уже скоро 30. Но для меня это до сих пор молодой, талантливый пианист. Гайна, давайте скажем, что концерты проходят в Доме музыки. И 26-го, и 27-го мы открываем 16-й сезон Доме музыки и 19-й сезон Русской филармонии. Там открываемся. 26 сентября. Это посвящение луча на повороте с арт-проектом тенора 21-го века. И 27 сентября шедевры Рахманинова. Второй и третий концерт для фортепиано с оркестром. Александр Синчук, фортепиано и симфонический оркестр Москвы и Русская филармония. Концерты в Доме музыки. На сайте Русской филармонии сейчас можно приобрести хорошие билеты. А давайте видео посмотрим. Замечательно. Друзья, смотрим, слушаем. Друзья, эту историческую вещь и другие, конечно, можно будет услышать 27 сентября. Все я правильно говорю? В пятницу. Абсолютно верно. Светлановский зал, Дом музыки, друзья, шедевры Рахманинова. Второй и третий концерты фортепиано с оркестром Александр Синчук. Александр Синчук и оркестр Русской филармонии. Да, все верно. А перед Рахманином, перед 27-м у нас два дня подряд будут концерты 26-го посвящения Луча на повороте. Лучшее в стране. Дорогие друзья, мы продолжаем. ГНС Шеладжан в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Оркестр Москва и Русская филармония замечательный, красивый, симфонический, талантливый приглашает нас на новый сезон 26 сентября. Сентября. И вот то, что сейчас, дорогие зрители, вы слушали, это фрагмент программы посвящения Луча на повороте, который состоится 26 сентября в Доме музыки с арт-проектом Тенора 21 века, а исполнял это всеми любимый Александр Захаров. Браво. И у нас с Тенорами 21 века будет еще один проект. Это уже более 10 лет идет этот проект у нас. И любимый, всеми любимый этот проект, это 27 октября посвящение Муслиму Магомаеву. Прекрасно. Так, но это Тенора поют. Это тоже Тенора, это тоже в Доме музыки. И это будет 27 октября. У нас будет, мы этот концерт делаем периодически то в Доме музыки, то в Кремлевском дворце. И так как у нас зрители все не умещаются в один концерт, поэтому мы сделали два концерта в один день, 27 октября. Посвящение Муслиму Магомаеву. Конечно, творчество великого нашего певца, композитора никого не оставляет равнодушным. И это те песни, самые душевные песни, это те песни, на которых мы росли, и новое поколение с большим удовольствием их и слушает, и исполняет. Слушайте, ну мы были на концерте в Кремле, когда Методия Бужор и Николай Репуха, это баритоны исполняли, а теперь Тенора. А теперь Тенора, да. Дамы и господа, ходите на хорошие концерты, например, 27 октября в воскресенье приходите в Дом музыки. Посвящение Муслиму Магомаеву. Нет песни без тебя, да. И пойти вместе с нами. У нас получается, что эта программа, она будет два идти раза в 15 часов и в 17, да? Да, в 19, да, в 7 вечера. В 19, да. И у нас достаточно много проектов с Тенорами 21 века. Это дружественный для нас коллектив, который буквально с первых концертов сотрудничает с Русской Филармонией. У нас действительно уже стали полноценные проекты, как посвящение Луча на Повороте, посвящение Муслиму Магомаеву, Татьянин День, всеми любимый, который у нас всегда проходит в январе месяце. И замечательные исполнители, это солисты московских театров, не только московских, а ребята выступают на лучших европейских театрах. И вот на наши проекты они собираются все вместе, приезжают с разных стран и приезжают из разных театров, собираются, но в основном костяк, конечно, солисты театра «Новая опера». Гайна, а как долго они репетируют? Потому что они разные коллективы, команды, сколько примерно? это же спетый коллектив именно. Ну вот я имею ввиду Тенора 21 века и... И русская филармония, ну для нас это же... Мы не первый раз играем этот проект, делаем. Вы знаете, у русской филармонии есть своя особенность. Это не просто оркестр, вот есть репертуарные театры, а это репертуарный оркестр. Поэтому мы выпускаем проект и с периодичностью раз или два раза в год мы его повторяем. Мы делаем проект, ну вложено столько денег, он любимый проект, интересный проект для всех. Почему бы его не повторить? Поэтому вот у нас такой репертуарный оркестр и это все выучивается заранее и конечно с периодичностью раз или два раза в год это все повторяется. Поэтому мы сокращаем время репетиции, нам достаточно один-два дня и концерт выходит. У нас гораздо меньше ни один-два дня, несколько минут сейчас небольшая пауза, друзья, после которой мы продолжим общаться. Лучшие в стране на телерадиоканале Страна ФМ. Еще раз здравствуйте любители и поклонники искусства, вы слушаете и смотрите Страну ФМ, Гене Шеладжан у нас в гостях и мы рассказываем о том, что интересного симфонический оркестр Москвы Русской Филармонии приготовил в новом сезоне. У нас сейчас на календаре уже октябрь, давайте пройдемся по октябрю. Что у нас там? Да, наше официальное открытие, это будет 5 октября в Доме Музыки и у нас это премьера для нас музыкальный спектакль «Пергюнд» с участием Сати Спиваковой, Владимира Кашевого, Фабио Мастранжело и Оркестр Русской Филармонии. И это совмещение именно художественного слова и всех замечательных произведений Эдварда Грига «Пергюнд». Это, друзья, не просто концерт, это практически музыкальный спектакль. Это музыкальный спектакль. Если хотите, 5 октября. дебют в 19 часов Светлановский зал. Готовили вы его год? Или как? Нет. Готовили мы год, готовим год мы «Би Май Лав». «Би Май Лав». Да. Все. Это уже было. «Пергюнд» в Москве он еще не игрался, премьера была в Санкт-Петербурге в театре Музикола вместе с Фабио Мастранжело в прошлом году. И мы решили в этом году открыть сезон в Доме Музыки Русской Филармонии именно с этим проектом. Дорогие друзья, приходите, билеты в интернете ищем. На сайте orchestra.ru или в любом поисковике Русской Филармонии или Дом Музыки. Мы перемещаемся после 5-го числа, после субботы, среда 9-е, Светлановский зал, опять же, Дом Музыки. И вот здесь уже «Би Май Лав». Да. Вот по поводу этого проекта я хочу отдельно поговорить. Этот проект родился больше года назад. Это премьера. Мы его еще ни разу не исполняли. «Будь моей любовью» так называется этот проект. И эта идея пришла, когда у нас был новогодний концерт в прошлом году. И Сережа Косарев с Дашей Зыковой исполнили замечательный дуэт. И вот тут он и родился. Это натолкнуло вас на мысль. Да. Здесь лирические композиции Лары Фабиан. Здесь будут замечательные песни Хулио Иглесиаса. И самые красивые дуэты любовные. мы практически год создаем музыкальную партитуру этого концерта. Несколько оркестровщиков, аранжировщиков пишут. Это адаптирует под голоса наших исполнителей. И вот сами с трепетом ждем, что же это будет интересного и красивого. Я надеюсь, это будет бомба. Друзья, если кто-то еще не в курсе, Марио Ланса это прекраснейший музыкант, которым восторгался сам Муслим Магомаев, о котором он писал, о котором он делал даже радиопередачи. На минуточку. И песня Be My Love. Друзья, 9 октября, 19 часов. Приходим, наслаждаемся и по возможности тихонечко подпеваем. Ну, продолжаем календарь. Дорогая Гайне, 18 октября интересное название «Разрушая стереотипы». Что это такое? Классика Energy. Классика Energy это тот концерт, где самые известные классические хиты Бетховен, Моцарт, Бах, Бетховен, Вивальди в современных стилях Чайковский, Бородин. И мы решили на каждое произведение его трансформировать, адаптировать, переосмыслить. Осовременнить. Так, да. Например, у нас основная тема из травиаты идет танго на тему травиата. чайковский чайковский танец феи драже в стиле сальса. Ну, конечно, времена года в стиле рок Гроза Вивальди. Это очень бах, это электронная музыка. я думаю, что мы в самом конце с вами послушаем фрагмент из этого концерта, с нашего концерта, и я рискнула на День Города, мы исполнили этот концерт классика Энерджи, разрушая стереотипы, в Царицыно, на большом Open Air когда мы начинали концерт, ну, концерт симфонического оркестра, стереотипно восприняли, стереотипно, да, ну, был человек 20, в конце у нас концерт шел полтора часа, в конце вся площадь стояла, танцевала, пела вместе с нами, вот для чего мы это все делаем, для того, чтобы у людей был праздник, для того, чтобы люди отдохнули, в конце я вообще сказала, что вы стоите, вставайте и давайте танцуете. 18 октября, друзья, в пятницу в 19 часов можно будет потанцевать в Светлановском зале Дома Музыки, приходите и наслаждайтесь. Дирижер Роберто Малинелли. Да, все верно. И я еще хотела обратить ваше внимание на то, что Роберто Малинелли сюда приезжает все чаще и чаще, и именно благодаря Роберто Малинелли, а он же ведь был и членом жюри, и главным оркестровщиком, и главным аранжировщиком такого замечательного, и особенно для русских любимого фестиваля Сан-Рема. Конечно, да. И вот мы кусочек этого фестиваля Сан-Рема, скажем так, самые сливки, самые золотые хиты привозим в Кремлевский дворец. Это будет 2 ноября, и концерт называется «Золотые хиты Сан-Рема». Это и композиции Челентана, это и композиции Альбана Рамина Пауэр, это и Тута Кутуньо, и Андрея Бачели, и Рики Иповери. Нет, это исполняют молодые итальянские исполнители. Но я просто смотрю здесь, да. Эти композиции, да, да, да. Эра Сарамазотти, Лючья Далла, это здорово, друзья, да? Мы взяли все хиты, которые побеждали в различных годах на этом фестивале. И родился такой проект «Золотые хиты Сан-Рема». Антонелла Коротца будет у вас, да? Да, да. Прекрасно, знаем его, да, да, да. Хороший парень, да, талантливый. Даже если песня не победила в конкурсе, в фестивале Сан-Рема, но она стала всеми любимой, и стала настоящим хитом, мы вот тоже включаем это в наш концерт. Хорошие, очень молодые исполнители, очень подающие надежды, и действительно, это новый голос, знаете, как сейчас, вот новая волна, это новый голос. Это и Клариса Вики, Антонелла Коротца, Фабио Курта приезжает, и сейчас я забыла, забыла, Никуала Конжу. У нас будет четыре исполнителя, конечно, у нас будет большой бэк-вокал и оркестр, русская филармония. А буквально накануне второго, это второе ноября Государственный Кремлевский дворец, а первого ноября в Доме Музыки, наверное, мой самый любимый концерт посвящений Витни Хьюстон, замечательный Белинда Дэвидс. Мы были у вас с ней на программе. Она прекрасно поет, я был на выступлении. Прекрасно поет, прекрасно выглядит. Белинда получила буквально месяц назад получила премию мира за лучший трибют. Прекрасно, мы ее поздравляем Белинда, хеллоу. Друзья, я еще, пользуясь случаем, скажу, что 30 ноября, если вы любите Аббу, смотрите концерт в Государственном Кремлевском дворце подпевайте тоже. Гайне. Подпевайте, танцуйте. И вообще девиз русской филармонии, чтобы приходили люди на праздник и получали хорошее настроение. Но вместе с тем, что мы делаем такие популярные концерты, мы, конечно, не забываем о классике. Я еще раз хочу вернуться, что 5 октября мы открываем сезон пергентом, а 4 декабря у нас в Доме музыки концерт лучшей рапсодии мира. с замечательными пианистами Александр Синчук, Валерий Гроховский и также Александр Синчук будет открывать в этом году наш концертный сезон 27 сентября с шедевра Рахмайна в Доме музыки. Друзья, ГНС Шеладжан, большое спасибо, что благодаря вам хорошей, чудесной, правильной музыке в нашей жизни становится все больше и больше. руководитель Приходите на концерты. Симфонического оркестра Москвы Русская филармония. Ну и сейчас немножко энерджи, да. классик энерджи, да. До новых встреч, друзья. Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ